Новый детский сад – это не просто еще 120 мест для детей дошкольного возраста. Здесь планируется активно развивать дополнительные образовательные услуги. А само название «Остров здоровья» говорит о том, что и профилактике детских болезней будет уделяться особое внимание. В июне мы полностью закрыли очередь поселения Заречья. В июле мы закрыли полностью очередь поселения Горское. Позавчера открыли садик Парамашково. Сегодня открываем ваш садик, на следующей неделе открываем садик Убкино. И за ближайшие два года по поручению губернатора мы должны полностью закрыть очередь в Одинцовском районе. Мы построим больше 20 детских садов. Детский сад «Остров здоровья» построен с учетом самых современных требований к подобным объектам. Об этом напомнила начальник районного управления образования Татьяна Одинцова. Сейчас планка высокая. Новый образовательный стандарт. Мы ждем новых людей, новую молодежь, для того, чтобы наш Одинцовский район был действительно самым лучшим. Строители передают директору сада Елене Семеновой символический золотой ключик, а традиционную красную ленточку руководители района перерезают вместе с новыми хозяевами садика – детьми. Затем Андрей Иванов отправился в короткую экскурсию по «Острову здоровья». Здесь есть все для полноценного детского развития, игр и отдыха. На первом этаже разместился обязательный и уже привычный для новых детских садов бассейн. Ну и, конечно, какой же остров без пещеры. Оборудованная строителями соляная пещера станет еще одним преимуществом этого садика. Дополняют приятные впечатления красочно оформленные стены, просторные спальни и игровые, современный пищеблок. Безусловно, открывать детские сады – это большая радость. Но то, что мы делаем в этом году, эти детские сады, которые мне удалось уже открыть, это совершенно иной взгляд на систему дошкольного образования. Совершенно новые стандарты и в строительстве, и в самой образовательной системе. Детские сады стали большими. Высокие потолки, большие помещения, актовые залы, спортивные залы. Мы стараемся проектировать во всех детских садах бассейн, чтобы наши детишки с самого малого возраста уже получали здоровье, сберегающие технологии, учились плавать, чтобы закаливались дети в этих детских садах. Сейчас нас требуют по новым образовательным стандартам натуральные материалы. Вот здесь сегодня мы увидели начинку, конечно, самую главную. То есть каждый ребенок будет спать на натуральном хлопке, будет сидеть за натуральным деревом. Кисточки будут только из хвостика белки. Каждый инструмент образовательного процесса, он проходит сертификат. Строительство детских садов в районе идет в полном соответствии с дорожной картой, принятой в начале года. Что касается новой трехгорки, то здесь заканчивается строительство еще одного садика на 220 мест. Это детский сад на подходе, там уже идет отделка, оформляются необходимые документы. Детский сад будет муниципальным. Уверен, что к концу года мы закончим все оформление и в начале следующего года будем вводить его в эксплуатацию. Темпы строительства детских садов позволяют уже сегодня утверждать, что поручение губернатора области Андрея Воробьева ликвидировать очереди в дошкольные образовательные учреждения в течение двух-трех лет в Одинцовском районе будет исполнено. Петр Горохов, Алексей Орлов, телекомпания Одинцова.